Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отец у меня в России работал все это время И получается в 5 лет он всю семью нас забрал и привез в Россию В городе Энгельс, Саратовская область И вот уже в первый класс я пошел в Россию Там азербайджанцев много, да? Очень много Очень много Саратов и вообще русских нет? Не, не, там просто да, азербайджанцев очень много Соседи тоже много Брат, ты этот, не единственный же ребенок, у тебя брат получается? У меня два старших брата Два старших брата и тоже оба спортсмена У меня средний брат, получается, был боксер Сейчас уже не занимается Старший брат, он рукопашным боем занимался У Шусанда тоже Кубок России выигрывал Чемпионат России выигрывал Сейчас они, ну, уже как более взрослые стали Они тренируют команды У нас уже в городе нашем образовался Такой спортивный, как можно, ну, не клуб, а командор Зайфтим У нас очень много детей тренируется Это у тебя брат, да? Да, старший брат И уже, получается, и старший брат тренирует Средний брат тренирует То есть все у нас в спорте И отец у нас все детство С детства у нас в спорт отдал И хотел, чтобы... А ты с кем лет начинал? С восьми лет я начал заниматься С каратэ начал, там, включается с каратэ Потом ушел в рукопашный бой Отец у меня хотел, чтобы я всегда боксом занимался А мне рукопашный бой, в принципе, нравился Но отец отдал в бокс И я поступал по боксу Параллельно по рукопашному бою Армейский рукопашный бой И вот, поэтому у меня вот Ну, больше, конечно, у меня база бокса Но бороться я вот То есть руки-ноги боролся Это все из-за того, что я параллельно рукопашным боем занимался Но ставка всегда была на руки А вообще, как бы По какой стезе ты собирался? Типа какой? То есть, отец тебя планировал кем сделать? Боксером? Боксером планировал У меня был тренер с детства Он, получается, как я начал заниматься С 9 лет я начал заниматься боксом И вот с 9 лет он тренировал нас Он был вообще такой Ну, сейчас таких, наверное, нету В плане, как он Он нас обувал, команду нашу То есть, одевал Мы никогда деньги не тратили Там, все спонсировал Там, через спонсоров Сам всем этим занимался У нас, то есть, всегда одежда Там, вещи Тренировочные вещи Все у нас было И спустя 7 лет Его убили И у меня средний брат Получается, со мной вместе тренировался боксом И средний брат тоже Как тренера убили Он тоже перестал тренироваться Хотя был одним из лучших боксеров В Саратовской области И получается, как он умер У меня не было тренера Которым я мог бы по боксу двигаться И с тех пор вот я начал По рукопашному бою По рукопашному бою, кстати, все хорошо было 15 лет Кубок России выиграл Потом в 16 лет Мне предложили поехать на международный турнир По рукопашному бою Это очень такой серьезный турнир Громова В Москве тогда проходил Или в Зеленограде Где-то здесь рядом И в 16 лет я по мужикам поехал Уступать Все одни мужики Да, и все бойцы, которых я с детства уступал Знал вот эти там знаменитые рукопашники То есть, все знал В итоге, каким-то образом Дошел до финала и выиграл турнир В 16 лет В 16 лет по мужикам Мастер спорта выполнил Да, но официально мне не дали Потому что тогда только с 18 присваивали Я ушел вот тогда, получается, в 16 лет Сразу в кикбоксинг Правильно, да А этот в 16 лет ты его выполнил Но потом его отдали в 18 лет Надо было заново Заново выступать Да, такие правила были очень плохие Официально мне не присвоили Поэтому я решил, что там в рукопашнике больше делать нечего Надо уходить Ну и мне предложили Саратовый тренер есть, Расул Долгатов Получается тренер Даци Дациева, то есть, которым сейчас я двигаюсь И вот мы начали двигаться Первый же год, когда я пришел в кикбоксинг Он очень сильно начал меня катать Под таким сильным турниром И у меня был одноклубник Саид Магомедов Чемпион мира И мы с ним, то есть, постоянно рубились Из-за него я натаскался В течение года я объездил Там разные То есть, есть фул контакт Лоу кик там в кикбоксинге Лайда Фул К1 и лоу кик Я на все чемпионаты России поехал Везде там вторым стал Третьим стал И вторым стал И вторым номером поехал на чемпионат Европы И в Испанию, так как раз, был 15-й год Никто не верил, но Россию проиграл Первый номер со мной ехал тоже на чемпионат Европы На первенстве Европы В итоге дошел до финала В финале с этим соперником С России встретился, с кому проиграл И выиграл его в финале В финале, да, Европе я его выиграл Занял первое место То есть, ты взял Европу, получается? Да Получается, в 2015 году, да Потом В 2016 году мне как раз предложили Вот ВСБ, Ян Кигглс Первый бой был А когда тебе предложили, ты говоришь Особо по Альману не тренировался? Нет, ну Я просто знал, что у меня база рукопашного боя есть И кикбоксинг То есть, я был готов Хотя все говорили, не нужно Пацан там 4-2 рекорд был у него Он был греплер А у меня вообще в парт-3 очень слабо Ну, на тот момент вообще слабо было Он, по-моему, шел тогда 2-2 2-2, точно И проиграл крайнее поражение Да, да И мне еще оттуда То есть, ребята с Чечни тоже сказали Говорит, ну, он типа Как бы там типа Ну, юсуповские друзья Там знакомые сказали Что, типа, даже Юсуп когда выходил с ним То есть, он очень, то есть, остерегался того Что тот в парт-3 очень хороший И мне Бранд тоже, да Сказал, типа Не нужно, говорит, выходить Зачем тебе сейчас первый бой Сразу таким, типа, креплером Да, кстати, первый вот бой И там кабардинцы вот известны тем Что у них очень креплерская школа Ну, такая серьезная Там, Али тот же, этот Который Да, Верхамов Да, Верхамов И Да, да, да Первая минута вот Сложно далась То есть, он сам тебя достачал в партнер И взял спину Я просто горел настолько И мне такое предложение сделали там В ACB, ACB, там вот такая хорошая Типа организация была Ну, и есть, наверное, на данный момент И я думаю, да не Я, то есть, должен этот шанс взять И, может, сейчас уже с этого момента Начну в ММА выступать там Ну, если выиграю И Я просто, вот знаешь Когда он меня Начал душить уже там Ну, что-то бил Я вот на тот момент Настолько сильно горел Вот Что я должен выиграть Я даже не У меня не было в голове Что и сейчас он меня удушит Или сейчас я проиграю Я был уверен, что я сейчас встану И Закончу в первом же раунде бой То я просто думаю Мне нужно встать сейчас Все, дальше я все сделаю И вот Как раз так и получилось Кстати, он После этого После экранного боя С тобой он закончил Вроде, конечно, больше не делятся Да, я в курсе Не знаю Второй бой у тебя, получается, с чеченцем Была Али Магомадова Да Ну, там вообще Такая история Очень Такая плохая получилась Я У меня Был другой соперник Я ехал Все Готовился Под того соперника У того Был 1-0 Тоже В ACB Я ехал То есть Под того Настраивался И приехал Все Согнал вес Все готов Получается Ночь Завтра 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 Утром И ко мне подходит Говорит, слушай, у тебя соперник снялся Травма Не травма Что-то врачи сняли С боя Но мы тебе найдем другого И ничего не сказали Все Все Вот так Типа Утром Уже Получается В течение ночи Они мне нашли соперника Уже Позвонили Ну я просто тоже горел Я думаю Что я приехал Столько веса согнал Что я буду отказываться Я хотел подводить Думал Если в дальнейшем Драться Нельзя Такие Типа Ну отказываться от боев В итоге Согласился И Соперник Не согнал Вес Я весил 65-800 Он весил 70 То ли 70 То ли 71 килограмм Во время взвешивания Утром 6 килограмм Да Ну может 70 Ну точно помню Что да Под 70 килограмм Еще он гонял Он не согнал То есть 70 килограмм Это он сделал И То есть еще вот это на меня навалилось Мне брат говорит Типа подумай лучше То есть он весом Он сейчас еще наберет Ему легче будет И неудобный такой был соперник То есть антроплитические Вы были очень схожие Да И Я такой думаю Не Я говорю я согласен Все там Типа он с желтой карточкой Бой начнет Как раз В этом бою я На первую же секунду Больше сильно пропустил Я в моменте После удара Я потерял зрение То есть Я упал Ничего не видел Вот так вскочил Ну то есть Я потерял по ходу сознание Потому что я ничего не помнил Я вот так вскочил И проснулся Когда он меня уже душил У клетки Душил Но тогда я тоже мысленно Я думал не 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 Сейчас я выкручусь И выиграю аккуратненько И в итоге я вышел Потом начал Он устал очень сильно Я начал его давить 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 Ну было тяжело мне тогда Я вес еще Ну я постоянно по 10 кг гоняю И пока еще не научился Правильно восстанавливаться Правильно Правильно Мы То есть Обычно капаемся Обычно витаминами То есть Ну ничего запрещенного Капаемся витамины Очень много всяких витаминов Кстати капаем А в этот раз Я согнал 10 кг И ничего не прокапывалось Думал ну нормально себя чувствую В итоге когда начал драться Прямо после первого броска Я понял что у меня вообще сил нет Руки забились Ноги забились Я просто три раунда Вот этот бой Я выживал То есть я просто стоял И дрался там Я не знаю У меня мозг даже не работал Я не думал что делать Как делать Там просто работал На бум просто работал Поэтому очень кстати А Сема Кто тебя секундирует То есть Дацы дацы Вот крайний бой Да Да Дацы дацы и мой брат Вот этот Почему не проконтролирует То что ты прокопался Да Ну Не знаю Не хочу сейчас Слышь дацы Слышь тоже Ну не проконтролирует Потому что Он мне задал вопрос То есть это моя вина была Он мне задал вопрос Ты говорит хорошо себя чувствуешь Я просто Уже в этот раз Где эти очень хорошо подошел И легко согнал вес То есть Нормально себя чувствовал Лучше во время взвешивания Я там День до взвешивания Я даже там В легкую пил Кушал там Ну типа Хорошо себя чувствовал Но Как оказалось что Это только так казалось То есть во время боя Надо было Лучше было покапаться Но это Для дальнейшего Пускай это для нас будет уроком То есть Все бывают ошибки Вот мы допустили Такую ошибку Я думал что это хорошо Что сейчас В таком раннем стадии Это случилось Что не потом Всегда все Будем думать об этом уже Где у тебя был третий бой По счету В Милане В Милане В Милане В Милане был с итальянцем Тогда вот Кстати Столько Я даже Болел я тогда Я помню У меня был насморк Что-то Грипп Очень плохо себя чувствовал Но В Милане как отказаться Такого боя Надо ехать Ну чисто потому что я вот горю ММА И бои очень редко Я не могу отказаться Когда мне вот такие Приложения делают То есть вот тебе бой Я думаю сейчас откажусь Может в следующий Там Даже не знаю когда будет Я согласился Приехал в Милан Соперник честно Я даже вот до боя Почему-то я знал Что я его выигрываю В любом случае Вот я себя плохо чувствовал Был уверен в себе Потому что Итальянский Ну во-первых У него были бои Там Четыре или пять боёв Было профессиональных Таких Ну в итальянской организации Я просто понимал Что он не моего уровня Боец Как минимум То есть И Ну то есть Я постоянно Даже болел Тренировался Готовился Думаю нет Поеду выступлю И в Милане Кстати очень легко Мне всё прошло Я вышел уверенно У меня кстати в углу сидел Мачаев Мурат С Тацидациевым Они вдвоём секундировали И вот Мачаев Я с ним не был знаком Вот только перед боем Познакомился Он За счёт него наверное Так быстро выиграл бой Я Начал давить Давить Тот уже не понимал что делать Я его начал перерубать руками И он полез на борьбу Ну я то есть Я мог уйти Но я его взял с шеи Думаю ну ладно Типа Попробую душить И начал душить То есть у меня Партер слабый Сначала не шло да Ничего я просто понимаю Что уже что-то Я сейчас отпущу его И мне с угла Мурат Кричит типа Возьми говорит кисть Оттяни на себя Горит То есть он прям вот по словам Я беру кисть тяну на себя Он говорит Типа Сожми ноги Оттопырь ноги Я оттопырю Он говорит все подожди 3 секунды Типа и он сейчас начнёт крыхтеть И вот прям он это говорит Прям 3-4 секунды проходит Он начинает крыхтеть И он сдаётся сразу Для меня было типа Как так Почему я этого не знал По инструкции По инструкции По инструкции Да Третий бой ты провёл в Милане После этого Ну мы тебя ещё давно видели Я тебе тоже писал об этом Что Ещё на втором на первом бою У тебя когда в Young Eagles выступал Мы тебя заметили Ты очень ярко выступал Ну как бывает всегда страйкер То есть хорошо Ярко зрелищно дрался Но потом после третьего боя Ты так Пропал С чем было связано Вот это Травма была До цифр не разрешает говорить Да На видео что за травма Но у меня была такая серьёзная травма Причём в Италии Я уже дрался с травмой То есть это до третьего боя было ещё там До третьего боя я получил травму И То есть Я сделал паузу наверное Ну я тренировался Но Не боролся И И Особо То есть я тренировался постоянно там Ну С безопасностью Аккуратно там Где-то бегал Просто такие лёгкие тренировки Были очень долго И После этого Очень долго Мы ещё ждали предложения на бой То есть Тяжело У нас вот Не знаю Вот сейчас тяжело с этим У меня ещё хороший менеджер Я вот ездил в Дагестан Там ребята такие очень сильные Они вообще сидят У них Ни предложений Ни боёв Они там Без боёв сидят Я ещё понимаю что я хорошо То есть у меня там Вот Два раза Один раз в год Но у меня есть бои Но Чувствую что сейчас уже больше предложений То есть Это всё зависит от тебя Как ты дерёшься То есть если ты будешь выигрывать Хорошо Зрелищно То есть зрелище Да Я вот честно Я вот честно Я конечно Понимаю что ACB это самый подходящий вариант Но Я люблю больше зрелище То есть и Люблю шоу Но там Они недолюбливаются Вообще Вот это всё Они против всё Вот этого шоу Бада, они так говорят Шоу ты имеешь в каком плане? Шоу Даже до боя То есть Ну всё вот Они не любят Ну как бы даже вот все такие скромные Я вот это не люблю У меня вот сейчас Плавно Если сейчас Ну если не получится Да я конечно хочу В ACB драться Потому что в России Это самый такой Лучший вариант Я не знаю Самый конкурентный вариант Где можно пробиться Ну планирую в Америку ехать У меня друг живёт там Один очень близкий Он музыкант И он пригласил меня Хочет помочь мне с визой сделать То есть рабочую визу Какой город? Лос-Анджелес Лос-Анджелес Да И Если у меня всё конечно Хорошо получится То есть если я туда уеду Это будет самый лучший вариант Потому что в Америке Очень много организаций И в Америке Я думаю Намного проще Продвинуться Да у нас там живёт Назим Садыка Ну Нью-Джерси Нью-Джерси Это река? Да это очень Это очень Ну как раз Вот рядом с Соус-Анджелесом Калифорния получается Да Там вот Хабиб туда приезжает На сборы Ну Я думаю просто Там будет боёв больше Как минимум И Я думаю Просто План всех Увси попасть Я думаю Оттуда будет намного легче Всё это В плане шоу Ты хочешь Суету наводить В конференции Я просто такой человек Знаешь Я Артист Ну как бы Я такой Нескромный человек Я скажу Я просто сейчас Не хочу себя даже Ничего показывать То есть Потому что Сейчас это сочтут Что типа Вот какой-то там Левый человек выпендривается То есть ему своё время Конечно там Когда я начну Уже уверенно Судержаться Когда там Всё будет хорошо Я не хочу быть Ну я не хочу скромным Я во-первых сам Люблю когда У боя есть какая-то Даже маленькая история То есть когда там Соперник друг друга Недолюбливают Каким-то образом Да конечно Уважение для меня Это всё Как многие говорят Бизнес, спорт То есть да Но всё равно Любого бойца Злости своему сопернику Любой боец Перед боем Он всё пахает И ненавидит его соперник Там всё под него Готовится там Я думаю что Зрелище вот это Перед боем Которое должно быть всегда Потому что Люди Мы как минимум Дерёмся для себя Но ещё мы для людей То есть чтобы Мы хотим людям нравиться Чтобы люди нас смотрели А людям интересно Когда Два бойца Там Перед боем У них какая-то там Вязка Что-нибудь Ну нет Если То есть У меня нет каждому бойцу У меня очень редко Вот например В Грозном у меня был бой Мой соперник Перед боем Всё хорошо было А после боя начал Неплохие вещи писать После? После боя Да уже Там был недоволен С результатом Я не знаю Я дрался у них в гостях Да Мне лично писал Я не отвечал Потому вот я Старший брат Есть Раисова получается Абдулла его зовут Он не выступает Ну я ему написал Говорю слушай Говорю вот такая-то такая-то Говорю я как-то протянул Что он мне пишет Говорю отвечать ему неохота Говорю как по-детски Сидеть в сообщениях там Ругаться Он говорит Ты знаешь сколько там Юсупа таких людей пишут Там Магомеда сколько пишут Говорит на них нельзя Внимание обращать И все это глупость То есть Тебя говорит Дальше еще больше людей Будет такое представить Поэтому говорит Я решил короче Не обращать все на это внимание Я единственное что ответил Да Если ты хочешь чего-то там Если ты недоволен Попроси свою организацию там Он с Грозного Чтобы они тебе сделали со мной реванш То есть я приеду и мы все решим в бою То есть я так написал ответил А вот Вот То есть к нему У меня уже автоматическая злость То есть Человек который там Пожал руку там Ничего не сказал Во время Там до боя После боя Начал мне такие вещи Конечно То есть если я туда приехал бы Я автоматически уже У меня был бы Ну какой-то Был бы конфликт Кто из бойцов Таких профессиональных Тоже Если говорить Может быть По поведению Именно за пределами Тебе импонирует Кого бы ты хотел Честно Что тебе нравится? Нет у меня такого На самом деле Я вот даже Конечно я смотрю бои Я смотрю там Фильмы Но Я вот Не слежу там За каким-то личностями Мне никто не интересен Даже вот как То есть Хоть я вот приезжаю в Дагестан Там Ну я такие О, вот это там UFC дерется А я никого не знаю даже Я вот общаюсь с ними То есть Прихожу там Типа Как с обычными людьми Потому что я никого не знаю Но Кого знаю Да там Ну нет у меня наверное Примеры даже Я не смогу У меня нет в голове сейчас Даже какого-то примера Который я смог привести Ваня Смотрите О злости перед боем А какого было драться с земляком Да я даже знаешь Хочу рассказать про это Хотя у тебя нет злости Не было злости Не было злости Да Но Победа Знаешь Я вот честно Я вот честно Если бы это сейчас Вот бы это случилось Я бы не согласился На этот бой Но просто это случилось так Я не могу это объяснить Как бы все Прямо грамотно Но Они предложили нам этот бой И я думал если я откажусь Как-то это будет Люди вдруг сочтут это за то Что я испугался там И перевел это насчет того Что он мой земляк Ну я просто так подумал Если бы сейчас это было Я бы уже Ну Ну потому что Сейчас я подумал Что это реально Обдумал Это некрасиво Когда реально Мне писали что Нас наших бойцов И так мало в ММА И наши с нашими То есть это Ну как бы некрасиво И Я приехал Я еще до боя Подошел к нему Пожал ему руку Сказал типа Как у тебя дела Все хорошо То есть я Проявил к нему уважение Но Честно Они мне еще раз Предложили бой То есть они написали нам Да Про реванш И Я такой Ну встал в ступор Я дацист спрашиваю Как это ну это Говорю вот так-то так-то Объяснил ситуацию Он говорит Я думаю нужно соглашаться Потому что они там Горят этим Они прям хотят От тебя реванша И Он очень Я считаю что неправильно себя повел Когда вот это Ему Если бы мне там Подняли руку Я в первую очередь Повернулся И обнял бы его Как минимум Не показывал бы там Как я там Ну я рад был победе Но не настолько Что бы там Я бы повернулся Пожаловал бы ему рук Чтобы ему не было там Обидно или что-то еще А он повел И у меня вот какая-то Не знаю Неприязнь появилась Вот к этому И я типа сказал Если говорю Они хотят этого То есть если они согласны Я говорю Я говорю Давай сделаем реванш Ну и там Пока все тишина Ну то есть От нас нет никакой Инициативы Я говорю Если они там Желают Ну как бы хотелось бы Мне дома драться Не чтобы он там Потому что я выходил на бой Это первый раз было Мне вот Я выходил Извини Ну не справедливая была Там Знаешь я Не любитель Говорит там После боя Меня засудили Что-то подобное Я вот Когда подняли ему руку Да я так расстроился Потому что я думал что я выиграл Я шел У меня не было в голове Блин меня засудили Я думал ну где-то я там не так сделал И проиграл Я шел Очень много бойцов было там Хороших с ACB Этот был Мастер Магомедов Был боец очень хороший Тоже Моего Дацы дацы Да И я как раз шел уже в разевалку Он подбежал ко мне Говорит Типа не надо расстраиваться Ты говорит не проиграл бой А я вообще уже шел То есть в смысле да Я проиграл Он говорит ты не проиграл И как раз дацы дацы шел Он подходит дацы Говорит Идите подавайте апелляцию Говорит потому что Говорит там Ну типа Невидимым глазом Видно что да там Типа решение неправильное И когда дацы дацы Подошел Президент организации Шабли Он сказал что Я видел решение Я тоже считаю что несправедливо Я лично То есть не надо никаких апелляций Я лично отменю этот бой И все я спокойно развернул А он говорит мы сейчас все посмотрим И я лично займусь Если он говорит Было там на самом деле Ну неправильное решение Мы отменим этот бой И все я Вышел оттуда И спокойно уехал Ну как бы да обидно было Сильно Потом я пересмотрел бой Как бы я там плохо не выступил Но я считаю как минимум что я не проиграл этот бой Не выиграл но и не проиграл этот бой Так и многие подписчики у нас тоже там в комментариях Некоторые выражали удовольствие Если отойти от тематики боев и вообще вернуться к тренировочному процессу Как у тебя со сборами? Где ты часто проводишь? То есть ты в Энгельсе Я так понимаю Большую часть времени Саратов В Энгельсе Как раз в Энгельсе Как раз из Райса Если не ошибаюсь Да А вообще по сборам То есть где проводишь Куда ездишь Как часто ездишь И так далее Чем больше работаешь Раньше я Когда кикбоксингом занимался У меня часто сборы были по кикбоксингу То есть много куда ездил по городам Ну там сборная России Мы ездили Сейчас когда перешел в ММА Пока наверное основное Куда я часто очень ездил за год Наверное 4 раза ездил Это клуб Горец Ну в Махачкале В Дагестане Там я уже со всеми очень близко общаюсь Есть утренний тренер по боксу У них очень так все хорошо У них бокс Борьба отдельная И смешанная То есть все это вместе По дням у них отдельно все это проводится Наверное я пока только туда ездил В дальнейшем планирую в Дагфайтер поехать Тоже у меня Когда именно планируешь ездить? Наверное после боя Следующего Кстати по боям Какие у тебя планы? Что планируешь дальше? И так далее Вот прям Буквально неделю назад Я подписал контракт С турецкой организацией ФФС Да На три боя Получается Пока один Да Пока один Подписал контракт Получается Следующий бой у меня Будет 22 декабря В Турции В Измире Будет Тренер Тренер Не охота Я ездил на борьбу На самом деле Мне это не нравится Я не люблю бороться Но приходится бороться Потому что если в ММА выступать Нужно очень Борьбу потягивать Есть такая тема То что если ты тренишь борьбу То у тебя автоматически Слабеет Да Вот поэтому я не хочу забывать бокс По ММА Вообще Последний вопрос Именно по ММА Как выставил процесс Получения боя Кто пишет С кем общаешься Даци Дациев Всем этим занимается Или напрямую контактируешь С какими организациями То есть кратко есть Сейчас Сейчас Все через Даци Дациева Сейчас все делают Даци Дациев Он ты менеджер трениров Да Да Он всем занимается Он больше мне чем Тренер менеджер Он мне как брат старший То есть Давно он знаком? Да С тех пор как я вот начал Хигбоксингом заниматься Это с 2014 года Мы с ним знакомы И То есть С того времени мы Мы тренируемся вместе Там Тренировались То есть Он сам дрался Сейчас он как тренер Он открыл у нас Саратовик клуб Дациев Клаб Очень хороший клуб Один из лучших Саратовской области Ты вообще Только в России Я думаю Потом увидеть Наверное Клуб уже И Он мне как наставник Как человек Который мне все объясняет И не только в спорте И по жизни То есть Вот так вот у нас с ним И В плане боев То есть у него были там Да Ну то есть Времени не было там Он занимал зал Но То есть Несмотря на то что там Сколько у него работы не было Он президент федерации ММА Саратовской области Он Занимается моей карьерой Там делает Ну и не только мне Он бои делает У нас там У меня одноклубники есть Получается в Саратове Он им тоже делает сейчас бои Но Раньше А Вот ACB Они Напрямую мне писали То есть У них есть матчмейкер Он То есть я напрямую все общался Им Когда последний раз уже он мне написал Я ему сказал Вот типа у меня Даци Дациев Человек который там занимается И То есть он сейчас с ним уже общается Но Даци Дациев очень близко общается со всеми Он и с Майербеком Хасиевым общается Он там со всеми общается очень хорошо Ну вот Планы он мне говорил Надо Да Ну пока не мере Пока Young Kegels Дальнейший план Если это на ММА смотреть Young Kegels А потом Если все получится Уже подписаться на То есть высшую Туда В СА Понятно Давай абстрагируемся от ММА И К обычной жизни То есть у нас Я кстати люблю Больше о жизни общаться Есть На самом деле такое видео наткнулся Когда я искал твои бои Там Ты такой 70-летний Если можешь заеб Да Взял в машину отца И кто-то поехал за друзьями Это Ошибка молодости Это Такая Знаешь как объяснить Мы же То есть у нас все равно Внутри Каким мы в спокойной жизни не были У нас Очень тяжелый характер Те кто с детства в спорте Они очень Такие Тяжелый характером Очень тяжело Что-то нам объяснить И Отец Периодически Ну Постоянно Не периодически Постоянно Ну У нас есть такое Наверное Азербайджанцев То есть В детстве Машину дают Да И меня отец Разрушает в городе Спокойно Я Там туда-сюда ездил То есть все нормально было Но Я поехал в Саратов На вокзал Получается Смешная история На самом деле Вот Ко мне подошел Ну не то чтобы я там ехал его сбил Ко мне подошел гаишник И Очень знаешь Грубо со мной разговаривал Он видел что я У меня нет прав Он понимал все это Что я там И он такой Я все вызываю эвакуатор Я говорю давай там решим как-нибудь И Никак не решили Он вызывает эвакуатор У меня типа в голове Как это я сейчас ему машину отдам Че я отцу скажу Я так говорю Сейчас я туда уеду Он говорит Типа попробуй Я соберусь в машину Он встал передо мной Он просто не подумал что Типа Моя же спортсмен У меня все хорошо Я просто Еще наверное возраст Мне 17 лет было Я давил на газ Сбил его И по всему Саратову Мотался от всех гаишников Ну это урок Как закончилась эта история В итоге Помогли мне люди Наверное Ну Если бы не помогли Все б тяжело бы закончилось Наверное Ну вот Все решилось Там Страфом Просто До сих пор Постоянно кто-то типа пишет А где бои посмотреть Я говорю Ну и на ютубе там Все вводят Тимур Зайб И именно это видео И мы пытались это видео Как-то пожаловать Удалить Прошло 3 года И уже нельзя не в суд подать У меня юрист есть знакомая Она пыталась как-то решить этот вопрос Не получилось И вот Я говорю пускай это будет для меня уроком Каждый раз буду вспоминать об этом Может в дальнейшем даже как-то Хорошо Люди быть Вот смотри Он там в детстве что потворял А как у тебя с носом? Хорошо дышать? Нет Очень плохо У меня с носом проблемы Вот мне кажется у каждого Наверное боксера И такого ударника Проблемы с этим Это Я уже смелился с тем Что я нормально дышать не буду Ну пока карьеру свою не закончу Потому что У меня перегородка сломана У меня нос все умнется Он Перегородка сломана И постоянно Либо одна сторона не дышит Либо вторая сторона не дышит И ты Пользуешься этими штучками? Нет Потому что к нему очень сильно привыкаешь Без них потом вообще дышать не можешь Я уже как-то смелился Что я тяжело дышу И уже нормально Бывает иногда Что если сильно тебя кислород не хватает Голова начинает болеть Но Я узнавал очень много Говорят Если делать операцию То Не сможешь выступать Не сможешь выступать А если будешь выступать Попадут опять И все Вся та же самая проблема будет Поэтому Знаешь Это Я это называю Что Мы чем-то жертвуем Чтобы чего-то добиться Вот Я жертвую здоровьем А в бою Я даже был То есть забитый Но я три раунда То есть Стоял там до последнего дрался То есть Ну нормально мне все Суновствуюсь Ну Все равно я устаю Второй бой Я вот в Чечне дрался Три раунда Я Все время шел Двигался То есть нормально Но все равно Я понимаю Я больше Знаешь Я хочу Показать зрелищные бои То есть для меня Больше наверное Важна не победа Чтобы вот потом Мне не было стыдно Как я отбился Пока я Даже вот эти четыре боя Я не могу привыкнуть К клетке Не могу привыкнуть К смешанному То есть То есть бороться надо В партере У меня там Все вроде хорошо Потом раз партер встаешь И ты уже умысленно То есть я теряюсь пока Ну потому что еще не особо привык Поэтому сейчас Надо чаще драться Я хочу пока зрелищный Я хочу зарубаться Я хочу прям Чтобы много крови было То есть для меня Больше важно Чтобы людям это было интересно Мне вообще без разницы Там Сломают нос Там Рассекут там бровь Мне вообще на это без разницы Главное чтобы бой был зрелищным Всегда Семер смотри Вот В этом спорте сейчас Ну из России В основном выступают борцы Правильно И Ты ударник То есть Ты задумывался над тем Ну как ты будешь Изгарда работать Например Снизу Ты уделяешь время Грэппингу Да Вот Наверное поэтому Я в Дагестан езжу Часто Туда Получается Бороться хочешь Или всем аспектам Там всем аспектам Но Там очень много Внимание на борьбу Уделяют То есть там Знаешь Почему мне нравится в Дагестане Там ребята Они Все горят То есть Когда ты приезжаешь Кто-то там А там Все полностью горят Ты к любому подойди Пойдем еще поборемся Пойдем конечно Пошли там Поработаем еще Пошли там Тренировка заканчивается Никто в зал не уходит И Постоянно то есть там Я там очень Ребята во первых очень хорошие То есть Тяжело бороться Я и так плохо борюсь И мне с ними приходят Но Я им не уступаю Вот на самом деле я вот Как бы я плохо в бою не боролся В зале я очень хорошо борюсь Потому что я с детства То есть В рукопашном бою Я боролся 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 Все равно у меня вот эти навыки И то есть Каким-то образом я бывает выхожу Думаю вот блин Такой пацан вольник Я думаю сейчас я ничего не смогу сделать В итоге Одного пацана у нас были Типа день борьбы Я его 5-0 выиграл Я вышел Думаю как так получилось вообще Ну Могу бороться Но вот Не могу довести это До уровня того Чтобы я в бою мог То же самое показывать В бою мне очень тяжело получается Ну хотя последний бой я Только боролся Практически Потому что Я так понимаю Никогда не тренировался Вот я Планировал Стать очень горел Поехать вот В этом В этом да Году Ребята есть Тоже вы наверное знакомы Вот с Украины Фоталадзе есть Пацан Аскеров Да Вот Вот они То есть С одним я познакомился Фоталадзе получается В этом В Сибири он тоже дрался Он тогда Проиграл чеченцу В этом Грозном Мы там познакомились с ним И до сих пор общаемся Аскеров Вот он Приезжал в Пензу Мы с ним там встретились Я его на бой уводил В этом fight night он выступал И Мы познакомились Они очень хорошо общаются с азербайджанцами Я хотя никого не знаю С Азербайджани Я вот писал Он говорит Слушай я вот хочу поехать к ребятам с азербайджанцами Очень долго хочу там Ну во первых К себе на родину хочу поехать И потренироваться там с ними Потому что ребята там хорошие очень Там сейчас очень много хороших ребят Когда я захотел поехать Они все были в Америке Я планировал Но мне говорят туда нет смысла ехать Потому что все такие очень хорошие ребята Уехали в Америку на сборы Поэтому я думаю что скоро очень В общем, я уже, наверное, поеду туда потренироваться. Вот, ты уже сейчас можешь поехать, потому что они уже вернулись. То есть, у них были бои в Молдове, они уже вот сейчас... Ну, сейчас мне по ММА нет смысла туда ехать, потому что у меня бой пока один. Нет, если ты планируешь, что в Азербайджан съездит, как ты делал в этом году, там, в следующем году, получается, к тете. Ты же планируешь в Азербайджане? Да, да. Вот. Обязательно. Это зал Руслана Акандиева. Там всех нормально поехать. Вы знаете, да, их? Конечно. Да, вот, единственное, я думал, как я там, связаться с ним. Я вот этого ничего не знал. Вообще, у нас проблемы нет. Там пишешь, Руслана Акандиева, он с радостью. Надо было, сами напишем. Отлично. Отлично. Джахангер этим летом туда просто так выходил, тоже тренировался. Да, очень отличные ребята. Очень рад, что такие есть. Я вот в последнее время в вашей группе начал смотреть азербайджанцев. Я удивился, сколько хороших у нас ММАшников. Сейчас вот UFC у нас. Машава выиграл. И у нас, брат, у нас есть, вот, у нас две основные проблемы. Это то, что у нас дисциплины нет. Вот, как ты говоришь, что пришел в Дагестан. Как говорят. Вот. Там, к сожалению, с этим я так понимаю, больше проблем. И, во-вторых, нету, вот психологически ты вот, я так, из всего, что ты рассказывал, и по боям видно, что ты психологически нормально настроен. То есть ты выходишь, как бы, очень… Ты заряжен. Да, заряжен. Наши, дневной наши, сильно волнуются. У наших, как бы, все смешивается. И стратегия, и эмоции, и все, как бы, в большинстве случаев, как бы, вот это их сильно подводит. Ну, как бы, развиваются. Раньше было хуже. На самом деле, мне кажется, это проблема, ну, вот у меня просто, ну, мне кажется, у каждого своя жизнь. И у меня, например, такой настрой, потому что у меня детство тяжелое было там. Я через, ну, никогда не рассказывал об этом, но очень тяжелое детство там. В семье проблем очень много было в плане там, я там сам выкручивался, думал, где бы мне там найти, где заработать, пойти купить себе то, все. И это все привело к тому, что сейчас, даже если у меня мысль появится там, где-то отступиться, я этого не смогу делать, потому что изначально я пришел ко всему этому. Там, отец там всю жизнь там, знаешь, искал деньги, чтобы я поехал там на чемпионат России, искал мне деньги, чтобы я туда поехал. И сейчас пришел тот момент, когда я должен прийти отцу, вот, пап, на, вот ты вот. И папа меня всю жизнь вел к этому. Даже если у меня когда-то пропадет желание, я не смогу уйти, потому что мой отец там всю жизнь меня вел к этому. У него пропадет интерес вообще к жизни, если я уйду с этого. И я по сей день дерусь и выхожу на бой, у меня в голове, то есть, тяжелое простое. И то, что меня там отец сидит дома там, блин, там всю жизнь меня к этому вел, чтобы я там выигрывал. Сейчас, как я могу выйти и подвести отца там, родителей, близких своих. Вот, видишь, это, как бы, еще один момент. Второй. Ты про сложность жизни рассказал, а там действительно такой момент, что тебя отец детство поддерживал, но он хотел, чтобы ты был спортсменом. Вот. А у нас, к сожалению, как бы, народ такой, он больше, как бы, ну, склонен к тому, что денег просит. То есть, то, что может тебе деньги привезти. Спорт не самый, скажем так, финансовый перспективный. Ну, тяжело в спорте даже добиться денежных результатов. Вот. Но то, что у тебя вот поддержка от отца прошла, это... На самом деле, просто многие доходят до какого-то уровня. Ну, это тяжело, во-первых. Это нелегко вот так вот всю свою жизнь отдавать вот этому. Конечно, охота немного там развеется, охота немного чем-то. У меня уже сколько получается, я с девяти лет, мне сейчас двадцать два. Я уже почти, ну, там, большую часть жизни в спорте. И как я могу, то есть, сейчас у меня мысли там... То есть, уже как я могу уже обратно, то есть, ну, мне нужно только дальше, дальше. Сейчас мы дошли до этой ступеньки, нужно... Ну, как я могу оставить это все? Надо... Многие останавливаются, потому что тяжело, уже надоедает. А вот этот пик, когда, то есть, ты уже почти дошел, чуть-чуть сделать, и ты уже будешь, то есть, на вершине. Просто надо добиться, потому что, если ты будешь тяжело тренироваться, выступать, если желание есть, ты в любом случае придешь. Я, мне брат старший, он мне всегда говорит, что, типа, если ты будешь, ну, будешь пахать, будешь тренироваться, ты в любом случае через 2-3-4 года, 5 лет, ты дойдешь оттуда, там, куда ты хочешь найти. Ты в любом случае дойдешь. Главное, тренируйся. Вот у меня... Да, мне повезло, меня отец поддерживает. Меня старший брат, он никогда не даст там мне, чтобы я там... Мысль даже появилась, чтобы я ушелся от спорта. Он мне вот скажет, там, тебе нужны деньги, я найду эти деньги. Просто иди тренируйся, ничего не надо, не работать. То есть вот он для меня все делает, чтобы я не работал, и у меня мысли были только о тренировках. Как я могу как-то каким-то образом подвести их? И он мне постоянно говорит, тренируйся, тренируйся, не сейчас, не через 2 года, 3-4 года, ты в любом случае добьешься. Ну, как говорится, 90% пахоты, работы и 10% таланта. Да. Наши добиваются каких-то успехов, то есть у них все уже, когда мои братцы пропадают, они уходят куда-то. Просто у меня нет цели, чтобы что-то добиться. У меня есть цель заработать очень много. Так, во-первых, чтобы мой папа гордился сеной, мама гордилась, чтобы там родственники мои гордились. И чтобы я принес деньги домой, чтобы у меня отец и папа, клянусь, у меня с детства эта мысль не покидает по сей день. То есть у меня вот из-за этого интерес, чтобы мой папа и мама там ни в чем не нуждались. Братья там, брат, который всю жизнь для меня все делает, по сей день там, он сам ищет деньги, чтобы я поехал на сборы там. Ну да, мне помогает, но все равно у меня бывают моменты, я еду на сборы, у меня нет денег. Брат идет, находит деньги, лишь бы иди тренируйся. И вот у меня единственная цель. Я вот когда этого добьюсь, может быть, я потом уже, у меня не будет такой большой, ну там, интереса в этом. Но пока у меня, я пока не заработаю много денег и не обеспечив всю свою семью. Ну, это первое. Второе, чтобы мой папа, он с детства меня ввел к этому. Пока не менее, я должен оправдать его надежды. Правильно. Я думаю, мы уже в этом. Да, спасибо, что делал время. Спасибо. Спасибо всем, кто посмотрел, всем спасибо. Пожелать нашим подписчикам что-то можно. Пожелаю. С подсменам нашим как раз. Пожелаю, наверное. Не буду банально, ну, то есть тренироваться это, ну, нужно желание. Главное, чтобы, когда вы уже вроде вы на правильном пути, то есть дошли до чего-то, не останавливаться. Просто нужно знать одну вещь, что в любом случае все приведет к тому, что в любом случае, если пахать, тренироваться, не просто там, типа, вот пришел в зал, потренировался, ты думаешь, вот я уже год тренируюсь. Нет. Нужно всего себя отдавать. Если вы хотите серьезного результата, нужно всего себя полностью отдавать со спорта. Спасибо. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.